Новые шокирующие кадры с авариями появляются в красноярских интернет-сообществах каждый день пачками. И под каждым вторым видео в комментариях выясняются подробности. То один участник ДТП без страховки, то все сразу. Цифры шокируют. Только в 2017 году краевая полиция выписала 80 тысяч штрафов за вождение без ОСАГО. И это уже на 25% больше, чем в 2016. Показатели количества нарушений растут зикими темпами. Только за первый квартал этого года зарегистрировано уже 21 тысяча нарушений против 15 в прошлом году. Резюмируя, в Красноярском крае от 30 до 60% автолюбителей не страхуют свои машины. И уже скоро обещают в полиции, им придется поплатиться. В ближайшей перспективе водители, не имеющие полиса, которые будут попадаться в обзор камеры автоматической фиксации, административных правонарушений, автоматически будут привлекаться собственники этих транспортных средств к административной ответственности. Это ближайшая перспектива, и она неотвратима. Это одна из первейших задач Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Но почему же сейчас половина автолюбителей игнорирует закон и не покупает страховку? Да все просто. Штраф за езду без страховки всего 800 рублей. А если заплатил быстро, то и вовсе 400. Ну и зачем платить тысячи за ОСАГО, рассуждают водители. Еще один их довод – полисы подорожали. Все так соглашаются страховщики. Но и пределы выплат серьезно выросли. Но почему-то об этом никто не вспоминает. Не 120 тысяч, как раньше была страховая выплата, а 400. Не 160 по жизни и здоровью, а 500. Причем в безусловном основании. То есть, например, количество выплат по жизни и здоровью сейчас ощутимо увеличилось. Потому что раньше для этого надо было предоставлять справки об утраченном заработке. Там фактически расходы по оплате лечения. Хотя это тоже не секрет у нас в том, что и где-то мы неофициально платим за лечение, и где-то кто-то работает с серыми заработными платами. Сейчас достаточно самого факта участия в ДТП и наличия травм, медицинских документов, выплата производится. Пожалуй, сложно представить себе что-то более обидное на дороге, когда на ровном месте угодил в ДТП с каким-нибудь лихачом, а у виновника ни страховки, ни денег, ни даже гражданства с пропиской. С такого можно годами требовать возмещения, ущерба. И так ничего и не получить, даже после долгих судебных тяжб. Остаться у разбитого корыта, которое еще вчера было новенькой любимой ласточкой. Ночной кошмар любого автолюбителя. Поэтому страховка нужна каждому участнику дорожного движения, говорит координатор КРФ автовладельцев Егор Фролов. А вот стоимость для лихачей и добросовестных водителей могла бы быть разной. Если человек часто нарушает, для него пусть он будет космический, этот полис ОСАГО. Для тех, кто не нарушает, пусть он будет лояльный и доступный для каждого. Потому что доступность на сегодняшний момент полиса ОСАГО для многих жителей нашей страны, она, к сожалению, невозможна. Серьезные проблемы со страховкой с открытием сезона появились и у байкеров. Они, как и водители такси, относятся к высокой группе риска. Страховые компании не имеют права не выписывать им полисы, но идут на всевозможные ухищрения. Требуют документы на десятидневную юридическую проверку, оправдываются большими очередями или сбоями в системах. В общем, страховать не хотят. Страховые компании объясняют этот результат тем, что якобы сегмент мотоциклов для них убыточный, поэтому они даже не стесняются об этом нам говорить. Говорят, что они работают, но сколько это продлится, никому неизвестно. В итоге мы реально страдаем, и они толкают нас на нарушение, прямое нарушение закона. Страховщики в ответ советуют всем своим убыточным клиентам добиваться таки выдачи полисов. Но отношения между участниками этого процесса от этого вряд ли станут лучше. Более того, уже в этом году ситуация должна немного измениться. ОСАГО вновь подорожает. Насколько и как скоро, пока не ясно. Но стоимость, прогнозируют эксперты, наверняка неприятно удивить россиян вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова